Это информационный выпуск «Сейчас в мире» на канале РТВ и в студии Сергея Кения. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. В Калифорнии появился ресторан-туалет с необычным интерьером и необычным меню. Калифорния. Компромиссный вариант законопроекта, согласованный после многодневных переговоров между Белым домом и республиканцами, был одобрен Верхней и Нижней палатами Конгресса поздно вечером 16 октября, а затем подписан Бараком Обамой, что предотвратило технический дефолт США. По условиям сделки новый потолок госдолга будет установлен в феврале будущего года. На этой неделе демократы и республиканцы пришли к соглашению, благодаря которому правительство возобновило работу и угроза дефолта была снята. Но правда заключается в том, что в этой ситуации не было победителей. Наша экономика нуждается в росте и создании рабочих мест, но кризис угрожает этому. Поэтому мы были разочарованы происходящим в Вашингтоне. Теперь, когда угроза кризиса и неопределенная ситуация прошли, мы должны сосредоточить свои усилия на укреплении экономики, создании рабочих мест, усилении среднего класса. Мы представители разных сил, но в первую очередь все мы американцы. И обязательно перед Вами должны заставлять нас, демократов и республиканцев, сотрудничать и идти на компромиссы, действовать в интересах страны, которую мы все любим. Первый заместитель госсекретаря США Уильям Бернс посетит Россию. Визит высокопоставленного американского дипломата запланирован на 20-22 октября. Как заявили в Госдепе, в Москве он обсудит широкий круг международных и двусторонних вопросов. Речь, в частности, идет о сотрудничестве в области безопасности и углублении отношений в сфере торговли и инвестиций. Других деталей в Вашингтоне раскрывать не стали, сообщив лишь, что в рамках визита дипломат встретится с высшими должностными лицами. Стоит отметить, что Бернс имеет репутацию специалиста по России. В 2005-2008 годах он работал послом США в Москве. Взлом квартиры российского дипломата в Гаге лишь бытовое ограбление. Голландская полиция установила личность предполагаемого преступника. Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Франц Тиммерманс, подозреваемый вор-рецидивист. Дом, где произошла кража, находится в ведении посольства России, но не имеет дипломатического статуса. Ограбление стало очередным испытанием для отношений между двумя странами. Они были омрачены инцидентами с нападениями на российского и голландского дипломатов в Гаге и Москве соответственно. Еще один неприятный эпизод российско-голландских отношений может получить продолжение. Если к понедельнику ситуация с активистами «Гринпис», которые находятся в СИЗО в Мурманске, не разрешится, ГАГ обратится в Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге с жалобой на действия Москвы. Напомню, судно «Арктиксанра», исплавающее под флагом Нидерландов, было перехвачено российскими пограничниками месяц назад. Корабль использовался активистами «Гринпис», прибывшими в Баренцево море, чтобы протестовать добычу нефти в Арктике. Суд Мурманска арестовал 30 человек, среди которых как экологи, так и журналисты. Сторонники «Гринпис» проводят акции с требованием освободить обвиненных в пиратстве активистов. Пикеты прошли в 36 странах мира, в том числе в России, в Москве и Мурманске. 30 дней несправедливости, 30 дней, когда мы видим абсурдные обвинения, когда мы видим очень странное поведение российского суда. И, конечно же, сегодня мы пришли сказать, что это должно кончиться. Эта государственная машина, которая делает одну ошибку за другой, должна когда-нибудь остановиться. Я пришла сюда, потому что я хочу выразить свое мнение, что людей должны отпустить. Многие мои друзья находятся среди надержанных, знакомые мне люди, прекрасные люди, точно не пираты и не преступники. Они должны быть на свободе. В Москве открылась фотовыставка голландских авторов, не сумевших получить разрешение на въезд в Россию. Экспозиция в Центре документальной фотографии при Центре имени Сахарова посвящена предстоящим Олимпийским играм. Проект в Сочи журналистов Роба Хорнстра и Арнольда Ван Брюгена по их признанию призван показать альтернативную и реалистичную картину предолимпийского города. Кстати, в конце сентября гражданам Нидерландов было отказано в получении российской визы. Тем не менее, выставка состоялась. В московскую часть открыл известный журналист и критик Юрий Сопрыкин. Я думаю, что многие российские фотографы и журналисты мечтали бы сделать подобный проект. Но времени, ресурсов и смелости хватило у этих двух голландцев. И в тот момент, когда в последние недели резко обострились российско-голландские отношения, понятно, что тот факт, что из этих серых зон, из этих черных дыр, откуда с трудом долетает информация, главными свидетелями происходящего вдруг оказываются именно голландские граждане, все это и вызвало очень нервную реакцию. Нелучшие времена переживают отношения России с еще одной страной, Азербайджаном. Причиной стало недавнее убийство гражданином этой страны, молодого москвича в районе Западной Бирюлёва. Подозреваемый Арханзий Налов арестован, но в Баку недовольны ходом следствия и обращением с задержанным. Два дня назад власти Азербайджана направили в Минроссии ноту протестов, в которой говорилось о нарушении прав Зиналова. Сегодня стало известно о второй ноте. В ней отмечается, что российская сторона так и не создала условия для встречи азербайджанских дипломатов с подозреваемым. Кстати, в Баку сегодня состоялась инаугурация избранного президента Ильхама Алиева, который уже в третий раз вступил в должность главы государства. Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил коллегу с победой на выборах. И возвращаясь к бирюлевским событиям, убийство 25-летнего москвича Егора Щербакова спровоцировало в Москве массовые беспорядки и подстегнуло антимигрантские настроения в обществе. Власти России, в свою очередь, объявили войну нелегалом. В рамках полицейской операции, получившей название «антикриминал», в Москве и Подмосковье проходят рейды. По итогам последнего в отделение полиции были доставлены 675 выходцев из Республик Центральной Азии. Около ста из них депортируют. Как заявляют в МВД, возбуждено также 11 дел по статьям «Организация незаконной миграции», «Подделка документов» и «Незаконная предпринимательская деятельность». Ранее в московской полиции заявляли, что намерены каждую пятницу проводить операции по борьбе с нелегальной миграцией под кодовым названием «Сигнал». Проблемой незаконной миграции, озабоченной в Европе на фоне увеличения потока беженцев и захваченных перманентными конфликтами стран Ближнего Востока и Северной Африки, крайне правые силы в ЕС получают все большую поддержку среди коренного населения. По словам экспертов, шансы националистов на выборах в Европарламент, которые состоятся летом будущего года, оцениваются в 25%. В реальных причинах роста ультраправых настроений в европейском обществе и о том, как это может отразиться на странах, стремящихся к евроинтеграции, разбирался мой коллега Владимир Унанец. Ультраправые усиливают позиции в Европе. Националистические идеи находят все большую поддержку даже в либеральном французском обществе. Причем такую поддержку, что правящие социалисты вынуждены прислушиваться голосу своих идейных оппонентов из национального фронта Марин Ле Пен. Последние опросы показывают, что на грядущих выборах за них готова голосовать почти четверть граждан. По мнению экспертов, рост национализма связан не только с наплывом мигрантов и демографическим кризисом среди коренного населения, но и с отсутствием разумной миграционной, а самое главное, интеграционной политики. Европейские правы давят на больные мозоли старого континента. Их идеи находят поддержку и во французской элите. Не так давно всемирно известный актер Ален Делон обвинил соцпартию в попытках прикрыть свое бездействие громкими словами и открыто призвал доверить власть стране национальному фронту. Аналитики отмечают, сила правых в том, что они ставят вопросы без оглядки на политкорректность. То, о чем французы говорят на улице, они провозглашают с высоких трибун. По крайней мере, дают какие-то ответы. Пусть не совсем вразумительные, но в отличие от правящей партии, хоть что-то предлагают. И подстраиваются под современные реалии. Марин Ле Пен отошла от одиозности своего отца. Она стремится изменить имидж партии. В какой-то степени ей это удается. К примеру, в вопросе исламизации Ле Пен выступает уже не с христианских лирикальных позиций, а как защитник светских либеральных ценностей от исламских фундаменталистов, отрицающих права женщин и секс-меньшинств. «Мы не антиисламская партия, мы патриоты своей страны. Франция является светским государством с христианскими корнями. Если бы, к примеру, 20 миллионов протестантов прибыли в Турцию и начали навязывать свои традиции, думаю, турки вряд ли обрадовались. Я же могу только сожалеть, что миграция в Европу осуществляется на основе религиозной радикализации. Это явный политический процесс, который поддерживается рядом с зарубежных стран, таких как Катар. Европейцам необходимо восстановить национальную идентичность». Что касается проблемы миграции как таковой, европейские правы считают политику Брюсселя на этом направлении вторичной. Можно ввести какие-то общие правила приема мигрантов, предоставлением вида нажительства или гражданства, но это не решит проблему интеграции. Если они не ощущают себя гражданами европейского общества, если они хотят жить в соответствии со своими традициями, то это, конечно, станет почвой для очень многих конфликтов. Конфликты уже имеют место. И это касается не только внешних мигрантов. Большой проблемой для властей европейских стран стали мигранты внутренние. Или, если выразиться точнее, мигранты традиционные. Социалист до мозга костей, французский премьер, министр Жан-Марк Эро, заявил, что не возражает против создания в 16 округе Парижа специального поселения для цыган. Фактического гетто. А глава МВД Франции, по примеру, экс-президента Николя Саркази, предложил и вовсе выдворить их из страны. За это его резко раскритиковали некоторые коллеги-социалисты. Зато на стороне министра внутренних дел выступило большинство коренных французов. По данным последних опросов, предложенные им меры поддерживают три четверти жителей страны. Европейцы готовы тратить из бюджета миллиарды евро на отселение цыган. Подобные программы уже успешно реализуют Германия, Австрия, Швейцария и Дания. Отселять цыган намерены в страны, ставящие евроинтеграцию во главу своей внешней политики. Украина может стать пристанищем для сотен тысяч кочевников из Евросоюза. Страна взяла на себя обязательство приютить их в рамках ассоциации с ЕС. Соответствующий указ президент Виктор Янукович подписал еще в апреле, а сейчас истекает полугодовой период, выделенный главой государства, для разработки специальной концепции переселения цыган и их социальной адаптации в Украине. Детали переселения стороны, вероятно, обсудят в ноябре на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. Именно на этой встрече может быть подписан договор об ассоциации. Заветный шаг навстречу Европе несет, разумеется, и новые обязательства. И одно из них – гостеприимный прием таборов из Старого Света. В самой Украине этому обстоятельству рады, судя по всему, далеко не все. Особенно в правоохранительных органах. Пожалуйста, грабители, все цыгане, все цыгане. Тиромская национальность как проказа, понимаете, на теле распространяется везде. Цыганский вопрос всегда был непростым для Европы. Но особенно острым стал после присоединения Румынии и Болгарии к ЕС в январе 2007 года. Это событие тогда называли окончательным падением Берлинской стены. Но похоже, что сейчас ни в Германии, ни во Франции такому падению не рады. Цыгане так и не интегрировались в европейское общество. Таборы продолжают кочевать по континенту, жить на социальные пособия и доходы от не совсем правовой или от совсем неправовой деятельности. Владимир Унанянц, RTVI Ребенок передан под опеку благотворительной организации. Фотография Марии размещена в ряде греческих СМИ, но полиция считает, что ребенок мог быть похищен и в другой стране. Ресторан, в котором словосочетание приятного аппетита не совсем к месту. В пригороде Лос-Анджелеса появилось заведение, где все напоминает уборную. Бизнесвумен Йо-Йо Ли открыла необычный ресторан-туалет. Все здесь выполнено в стиле ванной комнаты. Вместо стульев унитазы, стены выложены мелкой плиткой, а руки можно помыть прямо в писсуаре. Есть даже душ, правда, в качестве лампы или настенного украшения. Оригинален не только интерьер ресторана, но и его меню. Еда в основном тайская и китайская, но посетителей, скорее всего, больше порадует название блюд. Мы, впрочем, от их озвучивания воздержимся, поскольку они не очень соответствуют телевизионному формату. Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий, а я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова